За минувшие сутки ситуация с зараженными новой коронавирусной инфекцией в республике не изменилась. Всего в регионе на этот момент 9 пациентов. Все они находятся под наблюдением специалистов. Их состояние оценивается как удовлетворительное. А вот число анализов на COVID-19, сделанных республиканскими медиками, растет с каждым днем. Ведь сейчас главная задача не упустить ни одного инфицированного. Все 9 находятся на лечении в условиях домашних, на самоизоляции. Состояние у них стабильное. Ежедневно наблюдаются они врачами, терапевтами, участковыми, которые мониторируют состояние этих пациентов. Это артериальное давление, частота пульса, частота дыхательных движений, уровень наполнения крови кислородом. Все эти показатели у них в пределах нормы. Рекомендации и лечение получают в полном объеме. Лекарственное обеспечение у этих пациентов бесплатное. Все контактные с этими больными находятся на контроле у первичного звена, у врачей первичного звена. И также их состояние оценивается как удовлетворительное. На сегодняшний день проведено обследование на выявление коронавирусной инфекции 1610 случаев. А теперь о статистике заражения в стране и в мире. Начнем с СКФО. В Чечне ситуация на несколько суток стабилизировалась. На учете 22 больных. В Кабардино-Балкарии и Северной Осетии по 27 зараженных. Суточный прирост 4-5 пациентов. В Ингушетии уже 29 случаев. В Ставропольском крае 52 пациента. Плюс 10 за сутки. А вот в Дагестане 58 подтвержденных диагнозов. Что касается общероссийской статистики, то по данным Аперштаба суточный прирост зараженных по всей стране составил 1700 человек. Инфекция унесла жизни 94 россиян. Выздоровело 800 человек. Если говорить об общемировых данных, то официальные цифры зараженных – более полутора миллионов человек. Наибольшее число пациентов с коронавирусом по-прежнему в США. Инфицировано без малого полмиллиона американцев. На втором и третьем местах Испания и Италия. Замыкают пятерку Франция и Германия.